И тема моей сегодняшней проповеди будет «Оживи свою веру». Вы помните, после того, как Иисус проклял Смоковницу, ученики были удивлены. И на их удивление Иисус сказал им «Имейте веру Божию». Это одно из таких очень важных, значимых заявлений, которые Иисус сказал. Это не было предложением. Это было как бы приказом. «Имейте». «Ты можешь иметь, можешь не иметь». «Имейте веру Божию». Если мы послушаемся этого приказа, можно сказать, кроме Бога, никто не знает, что произойдет. И мы не знаем, сколько важных вещей может произойти в результате этого. В результате того, чтобы иметь веру Божию. «Имейте веру, которую имеет Бог». Он говорит, вот такую веру имейте. «Имейте веру, которую имеет Бог». «Оказывается, можно иметь такую же веру, которую имеет Бог». «И вот эта вера, она может передвигать горы». «Когда в первом веке Божий Дух излился на учеников». «Многие молились». «Но не верили многие». Было много молитв, но веры не всегда было много. «Имейте веру, что это Дух Петра». «Имейте веру, что это Дух Петра». «Как и в наше время, возможно, много молитв, но веры немного». «Иисус сказал такие слова. «То, чего не попросите во имя Мое». «Когда молитесь». «Никогда желаешь». «Когда молишься». «Многие верующие желают многого». «Но многие не молятся». «Иисус не сказал, что когда ты желаешь, я вот тогда сделаю». «Он сказал, когда ты молишься». «Когда молишься». «И когда ты молишься, верь, что получишь». «И как раз у тебя будет так, как ты помолился». «Это чудесное обещание от Господа». «Сегодня самое важное, что есть, это, наверное, вера». «Чтобы использовать то, что Бог дал нам, и получить то, что Бог имеет для нас». «Какая бы болезнь не была на этой земле». «Какие бы болезни не вошли бы в мир». «Библия говорит, что ранами Его мы исцелились». «Чтобы нас не беспокоило». «В Его ранах мы имеем исцеление наше. «Поэтому, чтобы не происходило на этой земле, мы должны верить в эти обетования». «Мы должны верить, что у нас есть исцеление в Иисусе Христе». «Многие мне звонят, когда ковидом заболевают». «Что мне делать, как поступать». «Вот столько дней у меня уже температура». «И уже как будто у меня так уже определилось». «Ну, ничего, вот как раз столько дней и знаю, ковидом». «Ну, где-то две недели продолжается, десять дней вот так». «А потом я себя поймал». «Откуда я это вообще приношу?» «Где я это взял и как это во мне утвердилось?» «Почему я верю?» «Потому что все говорят так». «И люди, мы, услышав, поверили». «Что эта болезнь, она должна беспокоить тебя температурой на протяжении двух недель». «Вот точно так многое утвердилось в нашем разуме. И мы услышали и приняли это». «Я не знаю, в чьей жизни как и что должно происходить». «Но в твоей жизни оно не имеет права оставаться». «Но твоей жизнью эта болезнь не имеет власти». «Возможно, она придет». «Но давайте не будем иметь вот это мышление, что две недели мы должны болеть». «Давайте не будем утверждать это и не утвердим это в нашем сердце и в нашем мышлении». «Говори с собой столько, чтобы поверить в то, что ты исцелен ранами Иисуса Христа». «Нам нужна вера». «Слово Божие». «То, что Бог говорит». «В чьей жизни происходят эти изменения, а в чьей-то нет». «Как Ира говорила». «Она верой приняла это слово, и эти изменения произошли». «Кто-то верой принимает это слово, а кто-то нет». «Кто-то держится, хватается за это слово и стоит на этом слове». «Он верит, говорит и действует соответственно». «И происходит соответственно этому». «Без веры невозможно исполнить то призвание, которому Бог призвал нас». «Знаете, кому сказал Иисус эти слова, кто верит в Меня, дела, которые делал Я, и Он сотворит». «Он сказал это сомневающимся людям». «Наш, ученики в этот момент не блистали верой». «Но Он сказал им, что они сделают еще больше дел». «У Иисуса была вера». «Чтобы сказать таким людям». «Мои дела будут примером подражания для вас». «Вы поверите Моим делам». «И вы тоже сделаете». «Если мы можем сказать другим людям это». «Что мои дела, они побудят тебя делать тоже что-то». «Он не сказал, что моя вера приведет воздействие». «Но моей верой сделанные дела». «Будут примером для вас, чтобы и вы сделали то же самое». «Очень многие христиане, они думают, что нужно быть добрыми». «Чтобы добрые, хорошей природой, такой был доброй природой, делать добрые дела». «Конечно же, в этом ничего плохого нет». «Христианин должен быть добрым». «Он должен быть хорошим». «Но Иисус не был просто хорошим и добрым». «Он это доброе делал». «Он не говорил, откуда вы знаете, какое у меня сердце». «Какое у него сердце было, он показывал это своими действиями». «Если он кого-то жалел, он освобождал, исцелял их». «И кому что нужно было, он делал это». «Он делами показывал свою веру». «Зачем это нужно было?» «Сакме анахебс». «Сакме ахдзрав схуадаменебс, да эхеба схуадаменебс». «Сделанное дело, оно побуждает других людей, касается этих людей». «Сакме ала паракебсадаменебс». «Дело, оно дает людям говорить, возможность говорить». «Поэтому и нужны были чудеса в жизни Иисуса». «Поэтому невозможно просто разговорами обратить человека». «Чтобы обратить сердца людей, чтобы это коснулось сердец людей, для этого нужны чудеса». «Поэтому он творил чудеса». «Поэтому он что-то делал». «Иисус три года учил учеников». «И спустя три года Иисус не считал, что они были уже готовы для того, чтобы просто идти и говорить». «Он знал, что для того, чтобы изменить людей, недостаточно было только разговоров». «Только лишь проповедь, она ничего не изменила бы, если бы не проявилась Божья сила и Божья слава». «Поэтому он говорил, ждите обитования Отца». «Ждите силу Духа». «А потом идите по всему миру». «Сам Иисус не начинал служение до тех пор, пока Дух Святой не сошел на Него». «И только после этого он сказал, Дух Господень на мне, Он помазал меня для того, чтобы я сделал это, это, это и это». «Дух Господень на мне». «На Его теле был Дух Господень». «Библия говорит, что мы, Церковь, тело Христово». «Те, кто верят в Него и родились свыше». «То есть, на Тебе есть помазание Божье». «Конечно же, нам нужно наполняться Духом Святым». «Но на теле Христовом есть помазание». «И Он сказал, дела, которые я творил, и вы сотворите и больше сих». «Это означает, что мы вместе, не по отдельности, в одиночку». «Дух Господень на нас». «Если мы согласимся во многом, у нас получится». «Если мы захотим пойти в одном направлении, у нас получится, и мы пойдем». «Если мы вместе согласимся изменить что-то, это обязательно изменится». «Потому что Божий Дух на Церкви, на верующих, на их единстве». «И то, что они решат, они смогут исцелять сердца». «Они смогут достичь успеха и высшить нещеты». «Они смогут пребывать в свободе». «Они смогут многое, если захотят». «И мы даром и есом тква». «Потому что Иисус сказал». «Вы сможете это». «У вас это получится». «Иисус на Голгофском скресе обеспечил это, открыв путь». «И Голгофский крест, он сделал открытыми дверьми и открыл путь для того, чтобы прийти к Господу». «Если раньше это было возможно только для некоторых и для малого количества». «После распятия эта зависть, она была открыта, и этот путь был открыт для того, чтобы прийти к Господу». «Чтобы каждый человек сам лично смог бы прийти к Господу, освободиться от греха и совершить те дела или дело, которому призваны». «Каждый человек может получить силу Божию и действовать». «Библия говорит, что мы послы на этой земле». «И тот же Дух на нас». «И Он послал нас в мир, как послов». «И Он сказал, будете наступать на змей, на скорпионов и на всю вражью силу». «И вам ничто не повредит». «И это означает, что у нас здесь власть над всем змеиным, над всем, что убивает или кусает». «И с нами ничего не произойдет». «И тот же Дух, который был на Иисусе Христе, тот самый Дух и на нас». «И поэтому никакой демон не имеет права держать твою свободу». «И поэтому мы можем жить в свободе». «Посол, он не живет для самого себя». «Он исполняет свои обязанности в той стране, в которой он находится». «Он просто не имеет права жить своей жизнью». «Он защищает интересы той страны, которая его послала туда». «Апостол Павел говорит, что мы Божьи посланники, послы на этой земле». «И это означает, что даже мы должны исполнять интересы той страны, которая послала нас в другую страну». «Многие люди, они пытаются просто быть хорошими». «Посол, каким бы он хорошим ни был, никого не интересует. Он добрый, какое у него сердце и так далее». «Посол должен делать дело». «И если он ничего не делает, он свои обязанности не выполняет». «Поэтому перестань просто быть добрым человеком с добрым сердцем». «Вынеси наружу то, что ты есть». «Делай дело, как посол». «Иисус пришел на эту землю, творил дела, ушел и оставил нас, чтобы мы продолжали, делали то же самое». «Притчу, которую рассказал Иисус, когда искал делателей». «Что вы сидите тут?» «Что ты делаешь целый день?» «Иди, работай в моем поле, виноградники, и я заплачу тебе». «Утром, рано, днем, вечером». «Даже перед завершением работы». «На протяжении всех этих, всего дня он нанимал работников». «И в своем винограднике он является обеспечителем тебя. Он поддержит тебя». «Поэтому иди и действуй на его ниве». «Знасть, миллионы людей говорят, что верят». «Но Библия говорит, что миллионы людей могут иметь мертвую веру». «И Библия говорит о мертвой вере». «Якова 2.26. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». «Когда дух оставляет тело, оно уже никому не нужно». «Поэтому его хоронят». «Зоги касаются карту и лоши, упроди диханые укорты». «Западные Грузии любят подольше держать, но в основном потом все хоронят». «Как труп никому не нужен, так и мертвая вера». «Она добро никому не принесет». «И как на этой земле мертвый уже, ну, не ценится никак». «Так же и мертвая вера». «Мы прочли, что без дел мертва». «А ну, сакме бит, соцхалия рцмена». «То есть, другими словами, делами вера жива». «Если мы повернем». «Сакме бит, рцмена, соцхалия». «Сакме бит, рецмена, соцхалия». «В жизни Даниила». «Верц ломе бисхаром». «Верц медианеле бисканонма». «Вер чах, шо ми сердцменам». «Ни львинов, ни законы мадианитян, они не смогли поглотить его веру». «И как раз-то ничто это не смогло его посвящение также поглотить, но он был в действии, он действовал в это трудное время». «Из-за страха львов, из-за страха к законам». «Он мог бы убить веру бездействием». «Но как раз-то тогда, когда происходило давление на него». «Он оживил свою веру действием». «И как раз-то начал делать то, что было запрещено». «Хотя Бог не запрещал». «Знаешь, огонь в печи, он никаким образом не потушил веру Сидраха Мисаха Явдинагу». «Библия говорит, что многие мучились и страдали, и отказывались от спасения, чтобы умереть за веру». «Они что-то делали, они действовали, они веру проявляли делами». «И вера — это дар Божий». «И человек может все сделать». «Если же, конечно, он будет действовать по воле Божьей». «Я еще раз говорю, что вера без дел мертва». «И вера делами оживает». «Если хочешь, чтобы в твоей жизни вера была живая». «Просто действуй соответственно вере». «Почему вера многих мертва?» «Не ходя в церковь, эта вера оживает». «И приняв веру, вот она оживает, когда ты приводишь ее в действие». «Когда люди не заставляют себя действовать по этой вере, тогда эта вера, она умирает, и просто эти люди становятся религиозными». «Посмотрите, десять прокаженных приходят к Иисусу, чтобы исцелиться». «Библия не говорит нам, что Иисус помолился за них». «Иисус даже не помолился». «Просто Он призвал их к действиям». «Идите и покажитесь священнику». «И они пошли и исцелились». «Если ты заставишь свою мертвую веру пойти, она обязательно оживет». «Заставь порой себя что-то сделать или поступить так, как говорит тебе вера». «Вы помните четверих друзей». «Они привели к Иисусу расслабленного». «И из-за того, что они не могли подойти к Иисусу, они крышу разобрали и спустили его к Иисусу». «Иисус даже и тогда не помолился». «Представьте себе лежачего человека». «Он не двигается, не может ходить, его спустили». «И вот Иисус дал такое сложное задание вот этому лежачему». «Встань». «И не только встань». «Вот эту кроватку, которую ты притащил сюда, возьми ее и уходи с ней». «Он не помолился». «Не написано, что Иисус помолился». «Написано, что он возложил руки на него». «Просто он призвал его к действию». «Он призвал его сделать сложное дело». «Он не мог встать». «Он сказал, встань». «И возьми эту постель и иди отсюда». «И когда он встал, взял». «И не то, что у него голова загружилась, и он снова упал». «И он взял эту носилку на спину, так это, и вышел с этого дома исцеленным». «А результат был таким». «Что люди прославляли Бога за это». «И Иисус навин». «Возьми ковчег и войди в Йордан». «Не жди, пока откроется Йордан, пока он разделится». «Действует». «И он разделится». «Один слепой человек слушал Иисуса на улице». «И ученики даже спросили, кто согрешил, почему он родился такой?» «Он сам в грехе родился, родители согрешили». «То есть он с детства был слепым». «Может быть, у него были эти зрачки, но не видел он». «Возможно, зрачки были, возможно, их не было». «И представьте человека, он не видит». «Иисус взял, сделал брение, грязь и намазал на глаза». «И помните, что он сказал ему, кто помнит?» «Не увидь, пойди и помой, смой это все». «И седать с Брмари». «Он еще и так слепой». «Са Цавидес». «Куда он должен пойти?» «Тан Талахи Цаусу Иса Хезень». «Еще ты на лицо, на глаза ему грязь намазал». «Маграм Библия, мы взросла Цавида». «Но Библия говорит, когда он пошел». «И смыл эту грязь». «Ай машин ми его конкурного». «Вот тогда он получил исцеление». «Аплодисменты». «Мы можем сделать так, что наша вера живет». «Вы помните, Неймана, пророк сказал ему, чтобы он семь раз окунулся в Иордан». «Кто был в Израиле и видел реку Иордан, вы можете понять состояние Неймана, почему он не ходил туда нырять». «Очень грязная речка». «Коричневая вся течет». «И наша Кура, она и то чище». «Онкара». «Одного раза недостаточно было». «Нужно было семь раз». «Но ничего не менялось шесть раз. Но на седьмой раз, когда он Абонусу вышел, написано, что его кожа стала как у ребенка». «Ты должен сделать то, что говорит тебе Бог». «Возможно, ты сегодня проходишь такой уже ужасный перевал твоей жизни». «Но ободрись». «Галатам 3.23 написано так. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало к себе вере». «До пришествия веры мы были заключены до того, как открылась вера или пришла вера. «То есть мы в оковах были, мы не могли делать, у нас не получалось, мы не могли освободиться». «Но пришествие веры изменило все. «Почему многие, как вот эти заключенные, они не могут выйти из этого фуга? «Может быть, они, как эта белка, в колесе крутятся, крутятся, бегают, и ничего не меняется. И ничего вперед не идет. Все одно и то же. И ты не можешь избавиться от своих проблем. Проблема в том, что нет веры. До пришествия веры мы были заключены. Но с пришествием веры, когда приходит вера, тогда жизнь человека меняется. А вера приходит не от бездействия, а благодаря соответственному действию. Неверие, оно смотрит на Бога, исходя из своей ситуации. Но вера смотрит на ситуацию глазами Бога. Мы или в неверии, или в вере. То, что происходит в нашей жизни, или вокруг нас, мы смотрим или глазами Бога, или как Бог. или смотрим, исходя из нашей ситуации, на Бога и говорим, что Бог может сделать в этой ситуации. Если бы смог бы, я же не оказался бы в этой ситуации. Благословение, которое Бог обещал нам, оно достижимо в Иисусе Христе. Я прочту еще один стих вам. Многие знают этот стих, многие цитируют даже, наизусть знают. Второзаконие, 28 глава, 8 стих. Слушайте внимательно. Пошлет Господь тебе благословение в жидницах твоих и во всяком деле рук твоих и благословит тебя на земле, которую Господь Бог, твой дает тебе. Многие люди уверены в том, что Бог благословит. И они ходят и просто исповедуют это. Бог благословит жидницы его. Он приказал. Он не просто сказал, он повелел, чтобы благословить тебя. Давайте внимательно будем смотреть, для того, что написано. Нет, твои поля благословит. Он благословит твои жидницы. Для того, чтобы жидницы Бог благословил, ты должен выйти в поле и что-то там сделать. Вот поэтому Он благословит жидницу. И все дела твои, то есть, если ты что-то сделаешь, Бог благословит это. Самое простое дело, это исповедовать и делать. Христиане только взяли исповедание, силу слова. Но ничего не делают, а просто говорят и ожидают. И думают, что все будет хорошо. Но так не меняется. Не будь мечтателем. Пять хлебов и две рыбы. Умножились они, и хватило на пять тысяч человек. Знаете почему? Твоя рука должна что-то сделать. Что было у этого юноши, он отдал это. И когда он сделал это, это умножилось. Иисус умножил это и схватило всем. Конечно же, слова имеют силу. Но слова имеют силу тогда, когда мы плюс к этому что-то делаем еще. Поэтому, если ты хочешь, чтобы Бог проявил свое благословение, что-то делай. Бог благословит целое, деланное руками. Апостол Петр говорит о вере, которая проводится и испытывается в огне, и которая становится драгоценнее. И можно сказать, что вера, она тоже драгоценная и лучше, когда проходит через огонь, когда испытывается огнем. Почему-то люди думают, что обязательно гонения должны происходить, чтобы человек, проходя них, вот его вера становилась бы еще драгоценнее, лучше. Болезнь тоже огонь. Это тоже огонь, когда ты должен молиться за кого-то или помочь ему, или не знаешь, как это сделать. И огонь это тоже тогда, когда ты не можешь помочь человеку и не знаешь, откуда это придет. огонь это любое безвыходное положение. Когда ты не знаешь, откуда, каким образом, как. Но когда вера начинает действовать, и она выдержит вот этот огонь и все равно выйдет победителем, вот эта вера драгоценная. давайте будем биться и сражаться так, как сражаются за награду, за золотую награду. Люди из-за золота оставляли семьи и шли куда-то в горы, в холод. Они работали там. Они стояли в воде и это делали, чтобы найти золото. И это нелегко. Не упрощайте веру. Вот для того, чтобы иметь вот эту дорогую веру, драгоценную, тебе придется порой отказаться от чего-то. Отказаться от каких-либо интересов. И сделать шаг по направлению к Богу. Сделать шаг к действию. Порой тебе будет холодно. Порой, может быть, ты будешь голоден и проголодаешься. Порой можешь даже устать очень. Но таким образом рождается вот эта драгоценная вера, которая становится примером подражания для других. Когда ты проходишь вот этот пресс, но ты все равно победишь. Вот тогда ценна твоя вера, твои дела. Ты пример для подражания. Ты вообще крутой мужик. Ну, или женщина. Тип шок. Золото. Оно дает тебе подход к царям. Но вера к царю царей. Поэтому давайте встанем. Помни, что царь царей он ценит веру, и единственное, что он ищет, это вера. Многое нужно делать. Не только, чтобы ввить арматуры и плести. И во многих вопросах ты просто должен держаться за Бога и говорить, Боже, я делаю шаг по направлению к этому, я иду туда. И многие говорят, что если ты заранее что-то говоришь, это торсуется. Ну, или как бы, ну, потом плохо дело получается. Сглазывается. Сглазывается. И заранее не говорят, потому что боятся, а потом, когда произойдет это, они говорят, вот я уже сначала уже верил в это. и потому... Но вера говорит, заранее и действует. Поэтому выкинь все это, что ты, если, говоришь, заранее сглазываешься. И так же, Халлелуи. Поэтому, какие бы вызовы не были в вашей жизни, тренируйте вашу веру, приводите ее в действие. Может быть, даже трудно будет проходить через что-то. Ищи правильные пути, правильные шаги. Но действуй обязательно. Не бойтесь, вы наступите на змеи, скорпионов и на всю врачу силу. А с тобой ничего не повредит тебе. Ты не будешь поврежден. Все равно выйдешь. Все равно выйдешь и станешь на ноги. Все равно достигнешь. Просто уже потом ты будешь на новом уровне, на новой ступени. Твоя жизнь уже поднимется на новый уровень. И не только твой уровень, но и тех, которые живут вокруг тебя. Так меняются люди, семьи, города, страны. Тогда они осмеливаются и действуют верой. И давайте примем решение, что мы просто не остановимся. Где-то 26 или 27 лет назад. Тогда большая нужда была. Границы были закрыты. Нельзя было выехать в Россию и так далее. Безработица была. Как раз-то в это время я поехал в Карелии для того, чтобы там начать церковь, служение. Потому что уже годы это было в моем сердце, но я не делал этого. И я приехал туда в самое тяжелое время. И я действовал. Мне приходили тысячи мыслей. Ребенку было старшему 10 месяцев. И мне мысли приходили, что ты здесь должен сделать. Ты умрешь от голода. И у меня были времена, когда мы голодали, дни. Я часто говорил об этом. У Соломы было два зуба. Один наверху, один внизу. И ничего не было у нас. Мы сеяли лук. И бывало, Эка доставала этот лук и давала ребенку. И она вот так грызла двумя зубками. Приходили мысли. Но знаете, что я говорил? Хватит, чтобы я приводил примеры из жизни других людей. Что Бог, верный Бог и Бог, благословляющий Бог. Когда-то должен настать тот день, когда человек примет это решение. Что я хочу испытывать это в своей жизни. Я хочу увидеть на самом деле, что Бог, верный Бог. Что на самом деле Он поддерживает меня и для Него небезразлична моя жизнь. И как видите, я не умер и даже в весе прибавил. Скажу еще о Соломе. И когда Соломе родилась, у нее на голове было много гематом, а здесь была вот как шишка, вот такая нарост. Мы заметили это позже. И когда надежда уже иссякла на врачей, в конце мне сказали, что это, скорее всего, что-то онкологическое, тебе нужно будет ее повезти туда. Я сказал, все, Эка, мы больше не идем к врачам, мы должны стать верой. И 95-й год, что за врачи, что за больницы. И мне приходили мысли, ты что проводишь эксперименты на ребенке, поведите ее, сделайте операцию ей. Если бы у меня были бы деньги, наверное, я так бы и сделал бы. Но ситуация меня вынудила. И я сказал себе, знаешь, на другом ребенке как будто легко проводить эксперименты. Легко другому сказать, знаешь, стой, верой, Бог поможет тебе. Но когда твой ребенок, это не так уж и легко. И я сказал, как раз-то на моем ребенке я проведу эксперименты. На моем ребенке я испытаю свою веру. И Бог поддержал меня. Он не предал меня. И тот день, когда она исцелилась от этого, не знаю, ни я, ни Эка. Но где-то через месяц мы обратили внимание, что этого больше нет. Когда-то ты должен сделать этот шаг. Что я буду уповать на Господа. И если даже я пройду через огонь, знай, что эта вера, она обязательно будет испытываться. И она станет драгоценна для всех. Она станет ценной. и твоя вера для других станет желанной. Потому что она станет дороже золота. И давайте будем действовать. Видишь, какого-то больного, подойди, возложи руки, молись. И не только молись, скажи, встань сейчас и иди. Давайте будем действовать. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Благодарим, что Твоим распятием, смертью и воскресеньем Ты дал нам все. Все, что нам нужно для жизни и благочестия. Благодарим за то, что Ты уже благословил нас всяким благословением. Но мы желаем, чтобы сегодня это явилось явилось в нашей жизни. Так как по-другому только лишь наш разговор не изменит эту землю. Только лишь наши проповеди не изменят жизни людей. Нужна Твоя сила и Твое помазание. Господь, наполни Твоим духом каждого. Так как они составляют Твое тело. И на них есть Твой дух. На них есть Твое помазание. Аллилуйя. И Господь, те дела, которые Ты творил, Господь. И мы сделаем. И мы сделаем обязательно. И как Ты сказал, и больше сделаем. Господь, поведи нас дальше наших мечтаний. Желаний. Чтобы они верили в молитву. И после молитвы в действие. Так как Ты приказал их благословению. Благословению. Чтобы дела в руках были благословения и жительницы полны. Во имя Иисуса. Я призываю Твое благословение на них. И я прошу Тебя. Пусть они будут воздействовали. Чтобы оживить Свою веру. Чтобы в то, что они верят, это ожило их действиям. Чтобы они двигались в этом направлении. чтобы они ходили в том направлении, в котором верят. мы превозносим Тебя на этом месте. И мы просим прикоснись к каждому немощному. Все те, кто имеет какие-либо боли. Здесь, на этом месте или в прямом эфире. Пусть Твоя сила прикоснется к ним. И я прошу Тебя, Господи. чтобы ты прикоснулся к их сердцам, потому что ты даешь желания и действия. Чтобы они были воздействованы и они привели в действие свою веру. Чтобы их вера ожила и люди исцелялись через них. Чтобы они получали спасение через них. Чтобы они приводили к прощению грехов других. И до победы в своей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за все. Мы превозносим Твое драгоценное имя. И мы говорим, ты достоин хвалы и поклонения. Я прошу Тебя, используй каждого из них, чтобы они засвидетельствовали о тех великих делах, которые Ты делал. И Ты сделаешь через них. Пусть они будут воздействованы. Пусть они оживят свою веру. Чтобы эта вера была осязаема и видима. чтобы у нас была смелость и тесновение сказать дела, которые я делаю, они возможны и для Вас. Дела, которые я делаю верой, они возможны и для Вас. И у Вас получатся. Спасибо за услышанное Слово. Господь, я прошу, пусть Твое Слово найдет обитель в сердце каждого. Пусть Твое Слово изменит отношение по отношению к Твоему Слову и вообще христианству чтобы мы действовали. Так как самое важное, что нужно сегодня это вера и живая вера. Пусть она проявится в Грузии. Благослови каждого, кто находится здесь. Благослови каждую семью малого и большого и добудет Тебе вся хвала, слава и поклонение во всем Тебе единому Богу и Господу. Отцу, Сыну и Духу Святому. Амин. 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 Амин.